Возле здания самарского филиала Третьяковской галереи и сада Баланса специалисты Самара Горсвет устанавливают искусственную елку с новогодней иллюминацией. Здесь пока первая стадия работ. Монтируют бетонный фундамент елки, которая, как и в прошлом году, будет искусственной. Диаметр в нижней части конструкции около 6 метров, высота елки 16 метров. Подготовят каркас, соединят опорные элементы и в течение нескольких дней корпус под елку полностью соберут. После монтажная бригада будет крепить елочные ветки, которые выглядят как гирлянды с подсветкой. Уже приступили к монтажу различных светодинамических конструкций. Монтажные бригады параллельно занимаются сборкой деревянных постаментов, на которых потом разместят конструктив световых фонтанов. Их будет 12, включая самый большой светодинамический фонтан на склоне у площади Славы и Волжского проспекта. Объект уже взят в работу, начался монтаж металлоконструкций, на которых засияют световые элементы. Поскольку это самая масштабная иллюминационная композиция из имеющихся, на ее сборку идет больше всего времени, в зависимости от погодных условий от трех недель до месяца. Сложности здесь, как и на вертолетной площадке, объясняются еще и тем, что большинство элементов приходится доставлять вручную, поскольку техника на склоны не проедет. Праздничный декор появится во всех районах города. Вообще иллюминация всевозможных гирлянд, объемно-пространственные композиции, фигуры размещаем во всех районах города, начиная от Кубовского района, ну и заканчивая поселком Прибрежный. Специалисты начали также украшать деревья. Первыми стали растения на проспекте Ленина. 50 стволов уже в светодиодных гирляндах. Всего по городу украсят более 600 деревьев. Кроме того, в сквере Фадеева на опорах освещения уже появились фигурные композиции в формате консолей. Жители города уверены, что это добавит хорошего настроения. Немножко, да, я думаю. Во всяком случае у меня, да. Праздник хороший. Просто время сейчас такое, а праздник хороший. Подчеркнем, что в этом году новое световое оборудование приобретать не будут. Принято решение, что в этом году мы работаем с тем, что у нас есть. Отдельных дополнительных трат на закупку нового оборудования по иллюминации мы не планируем. Участки улично-дорожной сети и общественные пространства украсят в объемах, не превышающих прошлогодние. В частности, Самара-Горсвет подготовила к монтажу 3428 элементов новогоднего освещения. Самарская набережная – 31, парки Самары – 34, спецремстрой «Зеленхоз» – 70, для аллей, скверов и других рекреационных площадок, находящихся на содержании и обслуживании. Но по сравнению с прошлым годом изменят схему расположения уже существующих конструкций, предусмотрена ротация. Перемещение части световых украшений с одних объектов на другие создаст обновленный праздничный облик привычных территорий. Кроме того, появился ряд преобразившихся пространств, на которых горожанам также будет приятно увидеть новогодний декор. Все элементы устанавливают после тщательной дефектовки, ремонта и проверки. Также специалисты просят жителей бережно относиться к установленному оборудованию и любоваться иллюминацией, а не ломать конструкции, ведь они приносят радость и яркость в холодное время года. Вместе с тем напоминают, несмотря на уровни защиты электроустановок, при попытках посягательств на них оборудование может быть небезопасным. Запрещается перелезать через заборы, забираться на постаменты и фигуры. Они имеют конструктивные выступы, скользкие поверхности. Подобные советы помогут избежать травм. Пока иллюминацию включать рано, считают специалисты, но в дальнейшем она будет работать синхронно с остальным уличным освещением. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.